Значит, возникает третий момент, а где еще могут разворачиваться решающие события? И вот здесь, прежде всего, бросается в глаза ситуация в Запорожской области. Именно в Запорожье возможны, как я думаю, какие-то прорывные действия вооруженных сил Украины. Здесь я сразу хочу сказать, с чего вы начали, Марк Захарович, с того, что мы не раскрываем никаких планов. Да мы их просто не знаем, какие планы. Просто потому, что мы их не знаем. Да, зачем вы их нам знаете? Никто нам из Киева, из Генштаба вооруженных сил не позвонил и не сообщил. Нет, мы реконструируем будущее, понимаете. Значит, мы просто можем опираться на какую-то логику, на понимание того, что происходит, и на, значит, внимательно, но, может быть, достаточно тупо, смотря на карту. Смотря на карту и, главным образом, на сеть коммуникаций железнодорожных и шоссейных. Но, потому что война, если говорить о войне не с политической точки зрения, а вот с военно-технической, война идет за контроль над коммуникациями и теми населенными пунктами, которые контролируют вот эти коммуникационные узлы. И такой коммуникационный узел, прежде всего, это Мелитополь. Вот я думаю, не ошибусь, если предположу, что именно Мелитополь является ключом к разгрому русской армии на всем юге Украины. Потому что если будет взят Мелитополь, то тогда оборона российских войск на юге рухнет. И вот тогда открывается дорога на Крым, но уже не с северо-запада, с правого берега, а, так сказать, с северо-востока из Запорожья, а точнее из двух районов Запорожской области, в которых, если верить, ну, мы не должны, конечно, верить российским военкорам, они часто очень врут, но, тем не менее, если от пропагандистской шелухи избавиться и попытаться выделить те конкретные какие-то данные, соображения, факты, главным образом, главным образом все-таки факты, а не интерпретацию этих фактов, то получается, что в двух районах Запорожской области, в Гуляй-Поле и Орехово, это два населенных пункта, ну, да, достаточно большие, ну, средней величины города, сосредотачиваются вот уже на протяжении нескольких месяцев, сосредотачиваются резервы вооруженных сил Украины. И не исключено, ну, тут уж это уже чистая фантазия моя, вполне возможно, что именно в эти районы будут перебрасываться части соединения ВСУ из-под Херсона. И получается такая картина, опять же, если посмотреть на сеть коммуникации, а война все-таки идет, боевые действия идут как бы вдоль коммуникаций, то тогда из Гуляй-Поле открывается дорога на, ну, по крайней мере, в теории, открывается дорога на Мариуполь, по которой можно, ну, направление на Мариуполь, если двигаться по сети дорог, а из Орехово через Токмак, город такой есть небольшой, открывается, значит, направление на Мелитополь. Вот почему-то, мне кажется, почему-то, не знаю, но вот чисто интуитивно, я не исключаю того, что мы можем, а вдруг через там месяц-другой мы с вами опять встретимся, и вы вспомните, напомните, или я сам попробую напомнить. Если я окажусь прав, конечно, если ошибусь, я не буду вспоминать. Но думаю, что все-таки вот это направление будет на Мелитополь и на Бердянск, будет, вполне возможно, оно будет реализовано. И вот тогда действительно произойдет перелом, и, ну, тогда уже вся ситуация, и не только военная, но и политическая вокруг Украины, она приобретет совершенно новые формы и совершенно новые какие-то черты и характеристики. И уже в Москве придется полностью отказываться от предыдущих своих амбиций и соглашаться на более или менее реалистические позиции, на возможных тогда уже, если это произойдет, переговоров с Киевом. Субтитры сделал DimaTorzok